США поэтапно милитаризируют Армению, будь то через отправку американского спецпредставителя в МОАРМЕНИИ, будь то через совместные военные учения. Об этом заявил американский аналитик, эксперт в области геополитики и безопасности, главный редактор издания The Washington Outsider Ирина Цукерман. Понятно, что речь идет о противодействии влиянию России в регионе. Армения уже четко наметила путь сепарации от России, отказываясь от всяческих элементов совокупных проектов. Но российские военные все еще остаются на территории закавказской страны. Сейчас противостояние с Россией является для США приоритетным направлением, поэтому Штаты будут помогать Армении избавляться от влияния России всеми возможными способами. Однако главным способом будет как раз-таки не военная помощь, а экономическая. В ней Армения нуждается гораздо больше. После заключения окончательного мирного договора между Арменией и Азербайджаном серьезные военные вопросы из будущих соображений будут исключены, и главной военной опасностью для стратегического союзника Вашингтона останется Москва. Тогда уже для сепарации Армении от РФ нужно будет снизить экономическую зависимость. На самом деле, конечно, будет присутствовать и какая-то военная подготовка, и продажа оружия. Но опять же, оружейные вопросы, на мой взгляд, не будут в приоритете. Что касается непосредственно России и США, то тут, скорее всего, прямого противостояния не будет, разве что можем ожидать асимметричные гибридные действия, отметила эксперт. Как отметила Цукерман, экономическая сторона вопроса включает в себя не только непосредственную финансовую помощь Армении, а также коридорный вопрос, являющийся актуальным для Вашингтона. В последнее время США рассматривают разные варианты сухопутных, а также водных маршрутов, то есть пытаются поддержать разные экономические коридоры. Вашингтон понимает, что вариация решений поможет избежать логистических проблем, если возникнет казус с безопасностью одного из коридоров. Чем больше таких коридоров и маршрутов, тем легче противостоять России и Китаю, которые также максимально расширяют собственные подходы к разным странам через построение других маршрутов и коридоров, то есть пытаются отрезать возможные пути и перекрыть возможные ходы, прямо как на шахматной доске.